По пути Роман Старовойт сделал остановку на участке трассы Курск-Понари в Золотухинском районе. Здесь реконструируют 4 километра дороги, расширяют до 4 полос. Работы начались в декабре прошлого года. Закончить дорожники обещают раньше намеченного срока. Мы планировали, что это будут за оригинальные деньги и с финансированием на 3 года. Но в настоящее время подписано распоряжение правительства и будут предоставлены дополнительные деньги. Поэтому данный объект планируем закончить в текущем году. Визит в Понари стартовал с официального открытия нового памятника. Он посвящен героям-десантникам, защищавшим поселок. Еще в далеком 43-м они оставили надпись на одной из уцелевших стен, которая сохранилась и до наших дней. За короткий промежуток времени был сделан проект. И сегодня мы в торжественной обстановке, как раз в дни Курской битвы, в дни боев на Курской дуге, на Северной Фасе, мы открыли этот замечательный монумент. На территории местного ЖД вокзала история поселка тоже запечатлена. На потолках главного здания изображены воздушные бои, а на стенах портреты известных полководцев. Сейчас их реставрируют. На этом преобразование не закончится. К следующему Дню Победы в здании вокзала появится интерактивный музей. Проверил губернатор и ход строительства местного парка Героев Курской битвы. Сейчас здесь укладывают плитку, в следующем году установят освещение, урны и лавочки. Планируем завязать левую часть парка полностью, чтобы могли велосипедисты там как бы немножко прогуливаться, ну и зимой лыжники. А в идеале хотим и не только левую, и правую сторону тоже закольцевать. Следующая на очереди местная школа. Она попала сразу в два федеральных нацпроекта, благодаря чему ее ждут значительные перемены. Будут созданы вот каворкинг-зона. Вы видите, сейчас идут ремонты в школе. Оборудование уже, аукционы состоялись, и оборудование уже в пути. Скоро появится здесь, и мы установим, у детей появится великолепная возможность изучать то, чего раньше они не видели. Это и робокванты, и биокванты. Отремонтируют классы, закупят новые компьютеры, мебель, тренажеры и многое другое. На реализацию проектов выделено 2 миллиона федеральных средств. Еще 6 добавит район. 1 сентября школа откроет свои двери для более чем 600 учеников. Мария Колосова, Антон Латышев. События дня.